Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. А сейчас вы видите перед своими глазами, я хочу вас познакомить с семьей Хабовец. Это город Брест, Беларусь. Беларуси привет. Сергей и Лиля. Вот Сережа в белой рубашке сидит, держит ребеночка и Лилечка. И вот их дети. 11 детей, трое рожденных и 8 усыновленных. Вы знаете, они долго к этому шли, у них в семье только трое мальчиков. Они мечтали о девочке, но после трех родов, после трех родов, врачи сказали, что больше у них не будет детей. И в 2002 году умерла у нее старшая у Лили сестра, и они взяли двух ее дочек, то есть племянниц Лилиных. И появилась возможность научиться любить не своих детей. Вы знаете, получилось. А дальше, ясно, что это люди верующие. Я имею в виду верующие, не религиозные, когда говорят, какая религия, какая у вас церковь или еще что-то. Это семья не религиозная, это семья верующая. То есть они живут в Слове Божьем, они творят любовь, они дарят любовь ближним. То есть делают все, что делал Иисус Христос. Это называется вера, верующая. У них Господь Бог один, единый, и только так. Вот к ним тогда пришло понимание, когда они стали брать детей, что нужно разрушить порочный круг вот этот. И его возможно разрушить, если вырвать детей из среды сиротства. Все дома сиротские, где бы то ни было. Вы знаете, что еще какие есть? Есть женщины, которые прямо в колонии рожают. Да, есть, которые вот каким-то образом так вот получается. Да, у детей разные судьбы. Даже вот мы с церковью часто ездим в евангелизационные поездки в женские колонии. Там есть приюты. Да, и знаете, сердце сжимается, когда видишь детей на этих железных кроватках. И женщины, майоры, полковники там, я не знаю, водят, показывают и рассказывают, что у деток разные судьбы. Там вот эта девочка родилась в тюрьме, вот эта девочка больна с ПИДом, вот эту никто не хочет брать, а мать ее прямо в тюрьме умерла уже. Ну и такое вот, понимаете? Очень много разных таких вот проблемных детей и сиротских. Вы знаете, сиротский круг, он разный круг. Например, есть круг сирот, это детский дом. Вы думаете, что там сладко, вы приходите, на первый взгляд там все красиво, чисто, все. Но там на самом деле две жизни. Одна жизнь, ту, которую вам показывают, и совсем другая жизнь, которая, когда закрываются двери, и вы не видите, что происходит на занятиях, и как с ними общаются, и вообще. И как дети между собой общаются, что там ночью происходит, и вообще. Поэтому это очень важно быть человечным. Человечным — это такими, какими Господь нас хочет видеть. Я очень желаю, чтобы не только наши церкви, пока я вижу, только наши церкви усыновляют детей. Когда я увижу, что еще и православные таким же течением большим начнут усыновлять, то это будет большая победа. Поэтому я призываю своих братьев и сестер во Христе в православной церкви, чтобы они себя распинали ради любви и прекращали жить только для себя. Там вот это моя семья, а другая семья не моя. На самом деле все мы дети Божьи. Самое интересное, что и у всех у нас один единый Бог, и все мы семья Аврамова. Я хочу, чтобы вы это знали. И что с каждого из нас спросят, как ты мимо проходил. Ничего тебе было? Нормально? Почаще навещайте деток в сиротских домах. Почаще их приходите, даже просто целуйте, обнимайте. Крестите их, становитесь, если не хотите усыновлять, становитесь их крестными мамами. Не надо делать вид. Вы знаете, есть мамы, которые еще откупщицы, я их так называю. То есть они вроде бы уехали за границу, там прекрасные условия для работы. И вообще вот они там работают, замечательно живут, потому что там гораздо приятнее ходить по чистым улицам, гораздо приятнее жить в нормальных условиях, получать за это зарплату, делать вид, что ты такая труженица-раструженица, и 100 долларов кидать там смешных ребенку в месяц и рассказывать, какая ты мама превосходная. Понимаете? А 100 долларов что такое? Это только школа забирала за 100 долларов. Все. А остальное все. Что ребенку? Ребенку не нужны твои 100 долларов, ребенку не нужны твои 50 долларов, ребенку не нужны твои доллары, ребенку нужна твоя любовь. Твою ночью, когда ребенок кричит, мама, мама, мне плохо, у меня температура. Мама, мне плохо, мама. Вот в этот момент нужно рядом мама. А ребенок, ну так создан ребенок, пока он растет, он очень часто болеет. За ним нужен уход. А потом у него переходный возраст. А потом у него много потом, которые нужно решать каждый день. Вот каждый день. Вот каждое утро, с доброго утра нужно начинать день. Хорошо говорить, когда свой ребенок. Когда у вас в семье не ваш ребенок, ребенок, которого не вы родили, очень тяжело, я знаю на своем примере, это очень тяжело. Я считаю, что хотя бы одно дитя, вырванное из среды сиротства, неважно какого сиротства, при живой матери, или при матери брошенного ребенка, или при матери откупщицы, неважно, но хотя бы одно дитя, вырванное из этой среды, это уже победа. Вы знаете, что я заметила? Да, не надо мне говорить, а ты сама. Я сделала свой подвиг, и у меня есть такое дитя. Я свой подвиг считаю в 24 года. Я на это решилась. И старшего сына я вырастила. Потом с другой девочкой я стала подругой. Я ей дарила любовь, как только могла. Но как подруга, и как сестра, потому что у нас возраст такой с ней был. Потому что она подростковый возраст, а мне было 24. Параллельно я взяла мальчика, которому 10 лет, а девочке было в это время 13 год, и уже как-то она такая подростковый возраст, и мы с ней немножко по-другому. А уже потом Господь Бог к 30 годам меня благословил ребенком. Хотя шансов было очень мало. Ну, слава Богу, слава Богу, я очень рада. Ну, вот вам я и открыла еще один момент в своей жизни. И вот я всегда поражаюсь и радуюсь, когда вот есть вот такие люди, которым можно вот так много взять детей. Из них только трое. Те, которых они родили. Двое это племянницы, и остальных они взяли из разных детских домов и колоний и так далее. Вот. Поэтому, да, трудностей мы встречаем много с детьми, которые взяты, да. Кстати, ну, я вам скажу, хуже дети эти встретят трудности, если они останутся в этих домах сиротских. Потому что 90% из них, как правило, идут в никуда, поверьте мне, в никуда. Это чадо тьмы. Потому что они не знают, они не знают, как себя оградить от вот этого вот демонского присутствия, которое... Ведь женщина, которая бросает своего ребенка, она обрекает на то, что тут же в лапы к демону попадает ребенок. Тут же в лапы к демону. Понимаете? И вырвать из этих лап очень тяжело потом, очень тяжело. И я вам говорю, что если у вас есть возможность, а вы скажете, а у меня нет... Вот как раз у меня нет... А я вам скажу, вот как раз у каждого из вас есть возможность ходить, навещать, я не знаю, крестить этих детей, становиться крестными мамами, названными мамами, какими угодно, не обязательно к себе домой брать, но каждую субботу-воскресенье забирать их, гулять с ними, чтобы ощущал этот ребенок, что есть у него какой-то близкий человек. Понимаете? Но ведь это несложно. Или просто приносить, помогать им. Но вырвать из этой тьмы надо. И нужно ползти, нужно грызть землю. Но делать это, понимаете? Я... Вот только так я это понимаю, больше никак. Иначе мы потерпим поражение. Знаете, что меня поразило больше всего? Когда я жила в Средней Азии, я родилась и выросла в столице, но в Среднеазиатской. И когда я жила в Средней Азии, то в моем окружении, а я жила в столице, в центре, в городе, в центре, и в моем окружении я ни разу не видела брошенного мусульманского ребенка. Я не знаю, может так получилось или что. Но когда я приехала на Украину и увидела весь этот кошмар, здесь почти в каждом, в каждом, я не знаю, в каждом доме есть мать, которая бросила своих детей, или мать наркоманка, или мать алкоголичка, почти через дом, в каждом. Я была поражена. Меня просто это... Вот самое первое, это вот это меня поразило. Я такого не ожидала. У нас не принято бросать детей в Азии. Я в азиатских условиях. Я в мусульманской стране родилась, и в самой мусульманской. Не в такой, как вот, например, взять Казахстан, еще он такой, европейский, да. Взять Узбекистан, он полуевропейский, но тоже европейский все-таки. Взять другие... Я родилась и выросла в Ашхабаде. Понимаете? А это Туркменистан. Это, я считаю, самая такая мусульманская у нас. Когда все открытые ходили там, могут с короткими... Вот я видела узбечки у нас ходят. Узбечки. Они ходят у нас в джинсах, с короткими юбками, все. Я сколько вижу в Херсоне. Много узбечек, они все в обтяжечку, джинсики, лосины, в коротких юбках. У нас так не позволено. Ни одну туркменку я не видела, чтобы она ходила в короткой юбке. Чтобы она никогда, ни в Советском Союзе, ни сейчас, я никогда не видела в коротких, с открытыми волосами там особо. Вот не видела я. Поэтому... Это Туркменистан, я считаю. И у нас, знаете, что происходит? Если, не дай Господь, кто-то умирает из близких, тут же, мгновенно, находится сестра, брат, сват, неважно кто, этих детей, у которых родители умерли. Ну, бывают несчастные случаи, сразу разбирают. Сразу, никогда они не сдают детей в детдома. Вот подумайте об этом. Ну вот почему? Так, можно, значит. А наши? Смотрите, у нас родная бабушка, говорит, я уже не справляюсь с внуком, 4 года уже сдаёт. К чему я это всё веду? Ну, во-первых, я хочу пробудить хотя бы одного, двоих, троих людей к тому, и сподвигнуть к тому, чтобы вы не отворачивались от этого, а служили этому. Взяли бы себе хотя бы в субботу один час или два часа на то, чтобы ездить. Выберите там одного ребёночка себе. Ну, возьмите над ним шефство и просто будьте шеф-мамой. Назовите себя шеф-мамой. Или езжайте покрестите и будьте крёстной мамой. И скажите, что это Господь меня побудил. Ведь кого-то должно побудить. Но почему только вот, только вот некоторых? Почему так мало? Почему так мало? Почему столько погибают? Ведь поймите, 50% девушек становятся проститутками, 20% девчонок наркоманки, остальные алкоголички очень мало, очень маленький процент, всего 10% всех детей кто-то устраивается как-то и становится полноправным, нормальным членом общества. это всё из-за того, что нет любви. Сейчас будут два очень важных видео. И ещё вопрос, ведёте ли вы дневник благословений? Когда-то я вам говорила, ведите дневник благословений, благословляйте как минимум 5 человек в день, как минимум 5 человек в день. Но благословляйте не только людей, и животных тоже благословляйте. Как можете благословляйте? Финансово, улыбкой, поднести, донести тяжести домой, помыть полы, пойти, зная, что соседка совсем старенькая или сосед, приготовить пирожков на печь, угостить подъезд. Неважно, в этом подъезде все богатые живут. Очень хорошо, они тоже нуждаются в благословении, они тоже люди и нуждаются в любви. Может что-то пробудится в их, понимаете, внутри, в их сердце. Делайте это, делайте это. Вы скажете, а ты? Я обязательно это делаю. Это мой, такой вот, это моё мод, это моё правило житейское благословлять. В этом я вся. Даже сегодня пони благословила, видели, там пони тоже. И мне так понравилось, я подошла, благословила, и мне, знаете, аж на душе так. Хорошо, хорошо, что даже пони можно благословить. Людей-то само собой разумеется. В первую очередь любить ближнего своего, как самого себя. Но ещё, представляете, пони, такое чудное творение. И его мне удалось, Колю, пони Коле, Коля его зовут, и его удалось благословить. Ну, в общем, смотрите мои видео, вы всё будете видеть. Но я не к этому веду, а к тому, что впереди у меня будет. Два видео. Сегодня было великолепнейшее служение. Нам двое рассказали свой опыт усыновления. Вы знаете, наши церкви, я имею в виду баптистские, они, мы как бы евангелисты, и мы несем в мир Слово Божье, живого Бога, живую любовь, живые действия. Не просто номинальная такая вера, знаете, ходить в церковь, можно пробить лбом пол, но ничего не делать при этом. Ходить, а я что, я на Пасху хожу, на меня капают, 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 ухожу, пью, как сумасшедший. Вот так я справляю Пасху. А на день, когда поминальный день, там вообще, как черти беснуются на могилах. И пьют, на могилах пить вообще нельзя. Неважно, пьют, беснуются, такое устраивает. Просто стыдно за христиан. Стыдно за христиан. Ни один мусульманин не позволит себе пить на могиле. Каждый мусульманин у нас в Азии, когда проезжает мимо церкви, знаете, руками так вокруг лица делает. А знаете почему? Молится. Неважно, христианская это церковь или мусульманская. И точно так же я проезжаю, я молитву читаю мимо каждой церкви. Понимаете? Упокой души усопших, раб твоих. Всегда я так говорю. Так вот, дорогие мои, мы должны измениться. Изменимся мы, Господь Бог нас примет. А не изменимся, примет нас кто-то другой. Вот у нас есть две чаши. Наполняйте чашу любви как можно больше. И тогда эта чаша любви на вас выльется и зальется сполна и освободится для свежей любви. Не сделайте так, чтобы ваша чаша любви покрылась плесенью где-то там так оставшись на дне. Вы ее должны как можно быстрее наполнить, чтобы она перелилась на вас, на всю, на вашу семью. Это вся благодать. И свежая, свежая любовь, чтобы наполняла эту чашу. Ну и посмотрите, обязательно посмотрите впереди два видео, о чем сегодня в церкви, какие люди нам проповедовали. Одна девочка, молодая девушка, посмотрите, о чем она говорила, это из нашей церкви. А второй мужчина, он из Запорожья к нам приехал. Послушайте их внимательно и расскажите свое впечатление и как понравилось ли вам. Ну вот, по крайней мере, вы узнаете, о чем говорят наши церкви. я сегодня записала на камеру. В нашей церкви можно записывать на камеру, в отличие от других. Ну а я вас всех люблю, целую и будьте благословенны вы, ваши близкие, ваши дети, у кого нет детей, не беда, их вокруг вас очень много. Раскройте глазки и не делайте вид, что вы их не видите. Неважно, биологическая вы мама или нет, это не играет никакой роли. Господь Бог видит все. А я вас всех люблю, целую, добра, любви, мира Божьего вам. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok